доброго времени суток друзья приветствую вас на канале нумизматика сегодня у нас очень полезный и нужный я думаю всем ролик мы будем разбирать как определить литую подделку делать мы будем это на примере двух гривенников 1774 года вот такие вот они у нас два гривенника на обоих стоит монетный двор ммд монеты сами по себе монета вот эта гривенник 1774 довольно редкая у нее там 107 тысяч раш по семеновому r2 то есть смысл ее подделывать думаю есть она стоит подороже чем обычные гривенники обычных годов ну как вы уже наверное догадались в левой руке у меня это копия в правой руке у меня оригинальная монета на оригинальной монете моей лучше всего сохранился реверс поэтому давайте обратим более пристальное внимание к нему разберем по нему чем отличается литая монета а вот чеканиной попробую приблизить как можно ближе вот первую очередь давайте обратим внимание на слово гривенник и обозначение года 1774 как мы видим на литой копии все грани у бог слове гривенник они смазаны и обозначение года 1774 особенно последние две цифры они очень тоже смазаны и даже и тяжело понять что там 74 они как-то так написаны очень неказисто на оригинальной же монете мы видим надпись гривенник грани монет остренькие то есть сохрану монет довольно неплохой и грани они уходят под 90 градусов в поле это вот можно разглядеть если внимательно присмотреться буквам далее давайте посмотрим на правую ветвь и сравним ее вы наверное видите друзья какая огромная огромная разница между чеканиной монетой и литьем то есть на литье как будто куча ляпов наделали между ними полосочками полосочки на чекане мы видим отдельно все листочки отдельно красиво выделены ягодки на листочках даже какие-то узоры сохранены далее обратим внимание на корону здесь на литой копии она как будто бы размыта вся вроде бы что-то просматривается вроде бы и нет такое все размытое состояние на чеканиной же монете мы видим все узоры они тут довольно неплохо сохранились и они видим что хорошо про чеканины также можно обратить внимание на вот этот вот правый пучок здесь и здесь на обоих монетах то есть на чеканиной монете он четкий идут раз два три 4 5 таких типа травинок здесь же эти травинки как будто слились в один общий букет и только к самому концу они разделяются и тоже идут такими неровными неровными полосами да и в целом вся вот эта монета литая она как мы видим размыто то есть ко всей монете это слово можно применить изображение такое смазанное кого-то также посмотрим по полю поле у чеканиной монеты но сохранилась она довольно ровная красивая у ли той же монеты очень много каких-то выемок каверн таких небольших непонятных цвет монеты у чеканиной монеты мы видим ровный серебряный цвет с переливом с блеском оставшимся на ли той же монете мы видим такой непонятный серебряный но с частичками черного темного цвета вот в труднодоступных частях то есть вот мы везде видим этот темный цвет такой вот именно цвет встречается на большинстве копий то есть если вы увидели монету с таким каким-то серебряным а тут вокруг какой-то черненький цвет должно вызывать подозрения потому что на большинство таких монет это монеты отдельные еще раз посмотрим внимательно на аверс на реверсы монет сравнимых когда конечно держишь оригинальную монету и литье тут все понятно становится сразу же еще одну деталь замечу по канту везде идут вот на оригинальной монете но не везде но почти везде идут такие прорези то есть вот будут прорезаны он прям вовнутрь на ли той же копии мы не видим ни одной вот такой прорези то есть там гур делали вот ровень вровень не не впивается монету как здесь оригинальной теперь посмотрим аверсы монет как мы видим у меня на монете аверс немножко подгнил побила его коррозия на оригинальной монете по полю сравнить будет не удастся и портрет портрет но даже по портрету побитому коррозии видно что здесь больше намного деталей детализация намного больше чем на вот этой литой копии который тоже как будто бы все смазано особенное внимание прошу обратить на буквы буквы вокруг портрета екатерины на копии они все такие кривые косые 1 буквы и даже нижний газ ты нету здесь екатерина вот слово императрица вообще не четко все написано имп на оригинальной же монете мы видим четкость и ровность букв и правильность их по всему контуру но на оригинальных монетах тоже бывают косяки буквы там немножко пляшут но две-три они все как вот в этой надписи литой монеты они тут все как будто в кля спустились давайте еще раз посмотрим внимательно надпись на портрет также можно обратить внимание на ммд надпись года внизу то есть тут мм и между ммд расстояние большое на оригинальной же монете все буквы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга но опять же разные штемпели бывали на оригинальных монетах тоже бывает что расстояние где-то больше где-то меньше вот такие вот аверсы теперь давайте посмотрим гурт я настрою камеру вот что мы видим на литой копии гурт такой вот нарезанный и такой же вот темные внутри темные просечки на оригинальной же монете гурт более частый и имеет меньше наклон ну и когда сравниваешь два гурта смотришь на них сразу же видно что тут оригинальный гурт тут нарезка такая грубая нарезка я бы сказал имеет сильный наклон внутри она черная темная такой вот гурт на подделке оригинальный он несколько совсем другой я бы сказал совсем другой гурт тяжело поймать их еще со стороны портрета также как со стороны реверса мы видим что вот эти темная темная поверхность вокруг труднодоступных мест тоже вот она должна вызывать сомнения то есть середина натерта как будто а вокруг все вот это темное так же как и здесь здесь часть натерта и часть вот это темные темные пятна вокруг деталей монеты напомню вес гривенька должен составляет 237 грамм по весу не всегда можно судить ну в качестве эксперимента давайте взвесим эти две монеты посмотрим какой у них вес так поставим весы первое взвешиваем оригинальную монету она у нас 210 чуть меньше весовой нормы для гривенника взвешиваем литье она у нас 248 ну то есть обе монеты они вот в этот региум того времени попадают потому что там были и перевесы и недовесы у этих монет екатерины очень большие были то есть по весу судить монеты оригинальные нет не имеет никакого смысла то есть разбег у них есть да и те кто подделывают монеты они сделают какой угодно вес поэтому мы вот в основном определяем монеты литые по таким вот признакам по шрифтам по шрифтам букв по деталям деталям рисунков по мелким деталям короны вот листьев ну и по общему виду монеты ну не должна она быть такой размытой конечно бывают оригинальные кто-то там например моет каких-то агрессивных средах и не получаются вот такие ну про такую монету уже говорят про оригинальную что тяжело определить определяется подлинность у нее такое тоже бывает но оригинальный опять же не такой гурт в оригинальной хороший нарезанный частый гурт я бы сказал вот надеюсь друзья мой ролик будет вам полезен можете написать на комментариях в комментариях может вы сталкивались с подделками какие-то у вас были случаи возможно что-то еще на эту тему стоит рассказать и показать в общем буду рад видеть вас на нашем канале до новых встреч друзья